Вам дадут микрофон сейчас. Спасибо. Вы перечисляли сейчас ряд. Есть дорога, ну в смысле река как дорога, я так поняла. Герой, есть всё. И что интересно отметить, есть рэп, который пересекается местами вот с русскими песнями. И это как... Это очень важно. В начале обсуждения вы отметили, что важно смотреть этот фильм молодым людям, потому что много аллюзий и всё прочее. Но это и для среднего круга людей, даже старшеклассников, очень важно найти что-то... Как это сказать там? Своё. Ну да, что-то своё. И они тоже могут смотреть изнутри на это. То есть не только молодёжь, а совсем ещё 16-летние подростки. А 16 плюс, прошу не забыла. 16-летние, 18-летние подростки, которые сейчас учатся в старших классах. Они сейчас, насколько я знаю, больше увлекаются рэпом, а не роком. И вот это интересно, как подмечен этот ход, чего не было в книге. Это же именно задумка уже самого фильма. И это очень круто. Спасибо. Я должна сказать, что рэп сочинялся прямо во время съёмок. Никакого рэпа специально написано не было. И это реальные совершенно школьники и потрясающий парень. Вот он, собственно говоря, и сочинял рэп. И его все очень полюбили. Это самая такая вообще история очень точная и какая-то удивительно правдивая. Вот очень был хороший вопрос насчёт эволюции героя. Вот мается он или не мается? Мне почему-то даже казалось, что, когда я смотрела первый раз, в финале была музыка «Я свободен». Но, может, наверное, мне показалось. Тут её как бы не оказалось. И я ещё должна сказать, что, слава богу, продюсерам хватило, в общем, как-то ума, так-то, потому что изначально фильм собирались обрезать. Вот. И дожды, и, так сказать, это было сказано во всеуслышании. Я очень рада, что он в прокат вышел в том же самом, да, так сказать, вот хронометраже. И говорили, какие уберут сцены, да. Вот было уже установлено, что уберут два фрагмента. Первый с пельменями, вот, а второй с тряпкой. И это, конечно, вызвало такое очень, в общем, особенно стряп, да, в общем, и то, и другое хорошо. Да, вот. Ну, и буквально несколько дней назад я прочитала интервью Тодоровского. Он был одним из продюсеров, вы знаете, сейчас возит активно этот фильм на фестивале. Что он так сказал, у меня ума хватило, значит, вот оставит всё. Всё как было, да, вот так. Пожалуйста, к вопросу о маяте, свободе, комфорте, лузерстве.